Привет, меня зовут Арви Уйманин. Сегодня мы печатаем вазу из бетона и отвечаем на самые популярные вопросы о принтере Лерта. Поехали! Что значит сухая подача смеси и зачем она нужна? Принтер Лерта – это наша инновационная разработка. Традиционно 3D-печатники бетоном всегда действуют по одной схеме. Они берут сухую смесь, воду, загружают в бетономешалку и полученный раствор прогоняют по шлангам или трубам в экструдер, который уже двигается по нужной траектории. Такой подход имеет несколько минусов. Это нужно несколько человек на обслуживание, большое помещение в цеху и после рабочей смены нужно все шланги и бетономешалку промыть. И промывка шлангов от бетона – это то еще удовольствие. В нашем принтере мы убрали бетономешалку, убрали шланги, сухая смесь автоматически подается в экструдер и затворяется бетон непосредственно перед выдавливанием. Таким образом, в цеху всегда чисто и комфортно. А один человек может обслуживать сразу три Лерта принтера. Что входит в комплектацию принтера? Первое – это непосредственно сам принтер. Каретка с баком с сухой смесью, закрепленная роборука и миксрудер, который производит автосмешивание бетона. Второе – это мачта с направляющими. Мачту можно закрепить к стене, к столбу, можно заанкерить металлическую ферму и к ней прикрепить уже мачту с направляющими. Вариантов масса. Для монтажа нужно два человека. Третье – это программное обеспечение. Мы сделали его максимально простым и понятным в освоении. Управлять принтером можно с любого устройства – ноутбук, планшет, телефон. После установки принтер сразу готов к работе. Достаточно засыпать сухую смесь, залить воду и запустить печать. Принтер самодостаточен и не требует никакого дополнительного оборудования. Какое помещение для установки принтера посоветуете? Зона печати лерто-принтера – это полуцилиндр диаметром 4,8 метра и высотой 3 метра. Можно сделать выше – все ограничивается высотой потолков. По сравнению с портальными принтерами, которые занимают практически всю площадь цеха, лерто-принтер является очень компактным. Это не значит, что для работы вам нужно совсем крохотное помещение. Не забывайте, что вам нужно еще хранить где-то напечатанные изделия. И попечатав лерто-принтером, вы захотите масштабировать свое производство. Подумайте об этом заранее. Я хочу привести принтер на стройплощадку и печатать прямо там. Возможно ли это? Печатать бетоном на улице мы категорически не рекомендуем. Концепт лерто-принтера предусматривает печать в цеху. И я сейчас объясню почему. При печати бетоном на улице имеется ряд серьезных минусов. Во-первых, это погодные условия, которые должны быть идеальными. Дождь печатать нельзя. Когда очень жарко, печатать нельзя. Когда холодно, печатать нельзя. Ветер тоже самое. При этом вам нужно привести принтер, смонтировать, откалибровать, напечатать все изделия, а потом увести. Это очень энерго- и трудозатратно. Мы же предлагаем печать в цеху, где предсказуемый результат и отсутствуют те риски и трудозатраты, которые вы можете приобрести при печати бетоном на улице. Увеличить зону печати можно, но нежелательно. С увеличенной зоной печати принтер станет большим и тяжелым. Это усложнит его транспортировку и монтаж. Сам принтер станет дороже, потому что потребуются более мощные и дорогие привода. За четырехлетний опыт печати бетоном мы пришли к выводу, что легче печатать компактными небольшими принтерами в цеху по технологии Prefab. Компактные модули легче перевозить, транспортировать и монтировать на месте. И если во время печати что-то произойдет, отключится свет или забудете засыпать картриджи в сухую смесь, то не придется перепечатывать большую и огромную деталь, тратя дополнительные материалы, время и деньги. Поэтому печатайте несколькими принтерами небольшие изделия и соединяйте их в одно целое. Наша ваза напечаталась? На вопросы мы ответили. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok